смотрите мостик открылся и подъезжаем и останавливаемся ждем когда закроется там впереди был свет красный перед мостом включается но не шлагбаум а этот ну просто свет красный вот и вот там пошла видите это мачта 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 это корабль вот 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 здесь вот эта мачта пошла пошла вот это же из-за этих мо высоких мачт вон она выплыла высоких поэтому мосты разводные во флориде их очень много пропускают корабли корабли кино эти яхты здесь какими не прогулочных никаких таких нет вон опускаются уже а эти вместе две опускаются да то есть две полосы вместе а часто по одной разделены одни сначала одна опускается потом другая этот вместе мост суббота воскресенье очень часто эти яхты плавают и у них есть вот это разрешение они платят какую-то отдельную сумму за то что у них вот это высокая как ее мачта что они не могут подплывать под мостом и что для них будет открываться мост я вот не знаю но как-то по расписанию делается или или как-то иначе не знаю или как подплыла она непонятными будут там голубая будочка это это дядя там сидит который мост открывает ну там вам не видно вот такая красотища все сейчас поедем сейчас поедем до октябрь сегодня 30 число все поехали вот в этой голубой блудочке дядя сидит который мост открывает смотрите машина чем она заправлена такой дымок уже едем за ней 2 мили и все дымок керосином заправлена электрическая машина this electrical repair cars right honey or what is it i yell or that какая-то машинка он сказал я говорит не знаю что это за машинки пусть будут да мальчики пусть будут i don't know what is that car here oh you see here no place honey everybody drives he turned no place oh you see who turned off what no i mean car truck truck ложков тут понаставили это что-то будет прокладывать здесь ложки ой ой какой красивый мотоциклет смотрите какой красавец оранжевый оранжевый не оранжевое как это красное золото о о мотоциклет какой эш more helmet right не без этих как называется без шлема шлема, а во Флориде без шлема можно ездить, они как дураки без шлема ездят, можете себе мальчики представить, приезжайте и вы будете дураки без шлема, из-за жары скорее всего, голова плавится у них, но сейчас у нас ноябрь, сегодня ноябрь 19, так или и зимой, когда похолоднее у нас немножко все у него и сзади сиденье есть, пассажер сиденье, я что-то там не заметил, ну ладно, такой вот устойчивый мотопед любой может его везти, наверно вот стоит коробка, написано, close and shoes, drop of center это самое, одежда и обувь дропов ронять но складываете туда старую одежду и обувь, чтобы не везти в Гутвилл то есть организации, которые собирают а туда сбрасываете вот, потом там люди видят, это будет секонд-хенд, урнат секонд-хенд, в переработку или куда старая одежда и обувь можете бросить и новую, люди есть и новую бросают то есть купил, мне нравится, бросил чтобы не захламлять дом смотрите, ой машина сейчас закрыла, смотрите, здесь кто-то погиб на дороге вот такой вот там монумент какой-то даже какой-то там это, цветочки, цветочки, оградка господи, кошмар какой-то, да? как раз на углу ну то есть там обычно они пишут, что ну там типа упокой Господь душу и вот это ты будьте осторожны водить машину, вот так вот есть даже знаки у нас в магазинах готовы, они готовы их покупают на кем вставляют эти, и вот эта оградка наверное это готовая что-то такое цветочки эти бумажные и вставляют этот знак, что будьте осторожны водить машину это родственники вставляют для памяти, там где погиб человек ужас какой, да? но на этом на перекрестке погиб смотрите поезд поехал вот чего вот чего редко увидишь вот редко чего увидишь грузовой настоящий поезд редко, но бывает ах ты ж господи, да не закрывайте вы меня поезд, ты даже такая диковинка диковинка дер дэр 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 Мы стоим на перегрузке. На перегрузке остановился. Ну, что ты остановился? Поезд. О, а какие там эти самые грузы повез? А грузы чем-то накрытые белым такие, да? На платформе. Ну, и когда он уедет? Они пытаются менять направление. Они меняют направление? А, да-да-да, стрелочник, смотрите. Как всегда, стрелочник виноват. Стрелочник, во-во-во, он там перевел стрелки. Ну, все как у нас. Сейчас он поедет по другому пути. Не, ну, останавливаться на перекрестке, чтобы стрелочник там перевел стрелки. А, he came from the train, that guy. He jumped down, right? А, машинист. Он в такой одежде был, желто-зеленый. Он машинист или кто он, да. Он, говорит, спрыгнул с поезда, перевел что-то там и сейчас поедет. Очень интересно. Чтобы машинисты были стрелочниками, слышите? Ну, вот. Чего-чего. У нас такого нету. Поехала-поехала белая, что-то там повезли. Ой, ну, вот такое вот прямо интересно. Я всегда, когда поезда вижу, прихожу в восторг. Ну, вот люди, кто живут около Чикаго, там, около Нью-Йорка где-то, они, наверное, видят. Ну, где-то в каких-то таких вот районах. Они, наверное, видят это чаще. Но по Америке железнодорог очень мало, я вам говорила, да? Особенно пассажирских вообще. Самолеты, машины, все. Самолеты здесь, как автобусы у нас. Во всех маленьких городах, все районные, если взять масштаб районного города нашего, да? Ну, Советского Союза районного города, там обязательно будет. Аэропорты бывают не один. Ну, вот. И по бизнесу люди летают, заказывают самолеты, какая-то компания. И там посадили 10-20 человек своих, полетели. Очень-очень-очень-очень это распространено. На машинах очень много рентмашин, вообще развит очень. Что и старый мал берет в рентмашину и поехал. То есть, перед полетом оставляет в аэропорту свою машину, да? На парковках. Ну, у вас уже это есть, наверное. Ну, здесь вообще просто эти парковки, как поля. Все заставленные машинами, платишь за стоянку. Ты улетел на неделю. Ты улетел куда-то в Чикаго и там взял на прокат. По Чикаго, кстати, ездить трудно. И по Нью-Йорку на машине, но... Кто-то ездит. Как бы мы брали в Нью-Йорке машину на прокат. А люди на экскурсиях едем, значит, это... Около статуи Славы. Или в Редбассе. Ну, красный автобус, который по городу экскурсионных показывает. И что-то там разговорились там. Вы откуда из штата? Две тети были черных. Вы откуда из штата? А-то оттуда, а-то оттуда. Ага. И она говорит, да мы вот там поехали, взяли такое-то там такси или что-то такое. А я говорю, а мы на машине. А она говорит, а кто? Вот и ведете машину в Нью-Йорке здесь. Это так, удивилась. Взяли машину на прокат, да. Ой, она кто? Это на меня. Я говорю, да что, я больная что ли? Я говорю, нет, это он. О, говорит, гуд-гуд. Так она на него типа это самого, молодец. Как на героя. Ну, мужики кто-то берет. Ну, конечно, на машине удобнее. Можно там везде куда-то заехать. Да и не то, что и везде. Между прочим, обязательно в центре обязательно ее надо оставить. Чтобы выходить на все парковки там и дорогие, и не заедешь, и не знаешь куда заехать. Поэтому. А в Америке автомобильный и авиатранспорт. А вот железнодорожного мало. Ну, это же вот грузовой. Так вот дрык-дрык-дрык. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Вагончики. Дыр-ды-дыр-дыр-дыр-дыр. О, желтенький вагончик такой. Дыры-дыры-дыры-дыры-дыры. Nice, right, Ханечка? А? Very interesting to see. Прямо интересно. Ой, как интересно. Да длинный какой-то вот интересно. Very long, а? Тропикана? Ой, ой, какая компания там. Все, тропиканы закончили. Езжай, ради бога, открывай. Ну, главное, что машинист вышел. He jumped down from the train, right? He jumped on something. Here's the ladder. Steps. Yes, I understand, but But what she did? She changed some direction, right? А я не знаю, как перевести стрелки на английском. Железнодорожные я такого не учила. Как сказать. Короче, он на земле там вот это вот раз и что-то перевел. Стрелки перевел. Такой рычаг, да? Все, поехали. Во, открылся шлагбаум. Все, поехали. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Все. Во, все, хорошо. Во, остановил. Что на той стороне, что на нашей. Ну, это вот то, о чем мы с вами говорили. Это оно какое-то. Не то тебе наркомановое. Ну, вот так они совсем уж немощно редко сидят. Ой, Господи. Моя ты деточка. Неужто тебе нельзя пойти? Я там знаю. Вот, вот это магазин продовольственных дешевых продуктов. Вот там вот устроиться. Складывать коробки. И быть человеком. Смотрите название Дикс. Спортивного магазина. Мужского спортивного. Нет, да, задматок. Это этот. Ой, ой. Дик вообще-то в Америке это этот. То есть. Дик это член мужской. Мужской. Член женский, член мужской. Дик член. Ну. Также Дик есть имя. Так вот, Дикс, там апострофи, апострофи эсер, да? Имеется в виду магазин Дика, да? Он очень сетевой распространенный магазин. Но не в том дело, что это имя Дик есть в Америке. Посмотрите, мама назвала сыночка член. Вот, мальчики. Хотели бы иметь имя член? Нет? Как вам это? А если еще назвать поточнее? Гляньте, он этих, Kids переводит. Это Статкит. Ого. А, ну вот Дис Китс. А, задгайвился. Смотрите, Санта-Клаус какой на дорогах стоит классный. Дети, дети из школы, видите, пошли. Одна девочка старше, другая девочка младше. Это же эти переводники на дороге. Сначала мне кто-то говорил, что они волонтеры. Потом мне сказали, да ты что, нет, им платят зарплату. То есть они работники школы, но пенсионеры обычно, и здесь они стоят тут три часа. Сколько там платят, я не знаю. Ну, может три часа, может два часа стоят. Где-то так, не больше. Примерно в четыре часа, ну, с трех часов, может, они так это начинают стоять. Школа, когда заканчивается. Американская школа немножко по-другому. У них, как у нас, у малышей там в 12, они уже свободны, нет. Или в час. У них дольше делится все. Но у них в этом самое, у них в субботу не учатся дети. Наши в субботу учатся по-прежнему, это ужас. Я помню, все время было, что я хотела, чтобы в субботу выходную. Родители выходные, все выходные в субботу. Нет, дети выучились в субботу. Это был кошмар. Вон опять он их повел через дорогу. Помните, да, девочки, мальчики, как учили в школе, да? Русская школа жестокая, очень жестокая. Всех давит. Ну, во всяком случае, тогда было. Сейчас мне все пишут, Лена, успокойся. Уже все, все иначе. Это самое. Всех давили, выдавливали, чтобы двоечник сидел вместе с отличником, чтобы тоже так же выполнял, как тот. Давили. А зачем двоечнику этот самый, как его там? Эксцентриситет на эллипсе, да? Ну, это уже я помню, что с института, что говорит, найдите эксцентриситет на шатом эллипсе. Это высшая математика. Ой, мама моя родная. Сломаешь язык. Ну, это уже институт. Ну, все равно, зачем двоечнику этому логарифму отличать десятичный, а не десятичный, если он будет этим самым грузчиком? Вот там логарифмам нет. Смотрите, на грузовике написано... Ой, там не видно, что написано разве. Щитбакс. Красным написано. Говняный кузов имеется в виду. Ну, типа перевозит дерьмо. Щитбакс написано. Вот, вам тут не видно, да? Красненьким. Ага, вот там два слова, видите? Красненьким написано. Ага, наклеил он, наверное. Щитбакс. Ой, не могу. Ну, я дебрежон. Вот это да. Ну, бывают у них такие эти приколы. У них еще... Ну, это водители, знаете, делать нехрен. Да, наверное, и в ваших странах есть такое. У них еще видела, что... Свою машину, то есть не у них грузовик, а легковую, да? Ну, такой мини-мини-пикап-трак. Такой мини-мини-мини грузовичок вот этот, да? Легковой, но грузовичок, типа с кузовом. Облепливает чем-то цементом, наверное. Ну, делает так, значит. Лепит цементом прямо целые куски такие, да? Почти все такое, куски. Как знаете, очень сильно машину забрызгать грязью. Только так забрызгать, что это прямо куски глины и грязи были. Let mama help you. Let mama help you. А маму, подожди, маму сейчас увеличу. Какой он... Это же тот же грузовик. Смотрите, какая мама там. Hot mama. Типа горячая мама. Ну, типа сильная мама, строгая мама. Летина мама. Ой, меридис. Наверное, с другой стороны у него что-то есть. Maybe from another side he has same, а? Ха-ха-ха-ха. Ой. Hot mama написал. Вот, так облепливая, значит, ее цементом, потом ее красят, его этот цемент. Или он такой есть по цвету, по цвет грязи. Вот. Ну, так это вот с разводами. Знаете, ну, настоящее вот проедте по очень грязным каким-то, значит, дорогам. И машина вся заляпана не просто грязью, а прям куски грязи налипли, да? И высохли. Вот так вот. И не специально так делают. Вот. Ну, выглядит, конечно, ужасно. Ужасно. И она, и кузов облеплен, и там на колесах, вот там на дисках как-то там. Ну, черти что. Вот. И ездит по чистым дорогам Флориды, да? Ну, вот так вот, да? То есть он не где-то там, а встречаешь его на пляже, на стоянке, черти что. Такие у них эти. Так, а вот это, это кладбище. Смотрите, как спокойненько так у них все там не увидели, потому что деревья закрыли. Траву трог везет, видите? Вот так складывают ее палетами, там где-то это вот в одной перевязке, в этой, там четыре, да, сложено. Четыре, четыре сложено, четыре, четыре, четыре. Ну, где-то они по сантиметров, по шестьдесят, по семьдесят такие палеты. Потом их кладут на посыпанную песком поверхность, обработанную, политую. И потом их укладывают, потом поливают, потом удобрение. И так лужайка американская растится. Смотрите, веревка тянется у этого. Во-первых, снял глушитель или что-то, и веревка тянется за ним, но не видно там было. Из багажа тянется веревка длинная. Мы не поняли, что это, то ли антенна упала, волочится по земле, не поймем. Когда, значит, веревка из багажа, во-первых, он нарушал правила, пытался всех обогнать, а вот этот вот звук, да, ну, без глушителя, дыр-дыр-дыр, как трактор. Дыр-дыр-дыр-дыр, не сколько едет, а сколько торчит. Ну, это вот делают с приколом так. Ну, это, ну, скорее всего, тинейджеры, судя по машине, такая ободранная, там, облупленная машина. А это, а потом смотрим, веревка, значит, тянется, и за ним мужик, ну, вот это, по-моему, на белой машине, что он немножко подальше, чтобы не наступить, чтобы на веревку не наступить больше машины, другими словами. И остановились на светофоре, а я говорю, пойдем дёрнем за веревку. Ну, то есть из гаража веревка, ой, из гаража, господи, из багажника, из багажника веревка, да, волочится за ним. А ехал же, нарушал, каждого обгонял, значит, становился впереди, вот это дырчал же, да, как порядочное. А веревку, значит, не видел, когда паковал свой этот самый багажник, да, закрывал. А я говорю, пойдем дёрнем за веревку. Он говорит, да, может взорвется, кто знает, что он там, говорит, везет, дёрни за веревочку. Вот, есть такие придурки, ага, здесь еще. А еще, когда помещают на высокие эти шасси, на колеса на высокие машины, ну, выше поднимают, да, обычно этот пикап-трак, ну, который вот эти троки эти, ну, которые легковые троки, да, поднимают выше на шасси, и так высоко поднимают, что можно заглянуть между колесами и корпусом машины. Ну, вот такой вот трок, только его поднять, как черный поехал. Вот, и можно заглянуть между колесами и корпусом машины, потому что настолько высоко. Заказывают специально, и едет, едет же высоко-высоко, и, значит, перенчит, ну, с ума сойти. Такие дела. Биф вот, пиццами. Номер, give your number. What is it? I'm trying to, I can't, I can't think of the name of it. You have beef and chicken, but I can't think of it with their clothes. Чалупа? Чалупа, yes, two beef чалупас. Мексиканские, приехали в Мексиканские. Two supreme tacos. Мексиканские таком, бел. Yes. That would be all, thank you. All right, any time? Do you have a senior's drink? Ой, поезд, мама. Поезд. Passagers? Yes. Oh, nice. Господи, первый раз. Первый раз во Флориде поймала пассажирский поезд. Он шумит откуда-то. Хасбет говорит, быстрее, быстрее. Ты же, говорит, ты все время удивляешься, что поездов нету. Ну, вот и прокачил. О, так быстро, honey. Проскочил. So fast. Пассажирский поезд. Right, right? Афара, it's going. О, Орландо. Орландо? So fast to Orlando, 10 miles. It might stop in Plants City, I don't know. Пропустила поезд. Такая диковина, такая диковинка в Америке. Смотрите, какой большой карго-шип, грузовой корабль. О, какой большой, плывет. Вот это да. МСС, right? It's name? Yes. МСС. Название. О, какой большой. Подмост пошел. Это мост. Вот это да. Ой, какой кораблик красивый. А это у него эти. This container sounds up, right? Контейнеры, контейнеры. Вот эти вот кубы сверху. Так, а ну сейчас мы увидим его. А если мы увидим его, вот, согласно, на мост. Вот, согласно, на мост. Сейчас мы увидим. Нет, не увидим. I don't know if it's high. Не увидим. That's it, right, honey? No. Такой большой корабль. I can still stay in the top, baby. No. Maybe we're in a baby here. It's so high, right? Look at this. It's not high, right? It's not high. Нет, мы увидим. Там что-то торчит. No, 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 no. Oh. No, let's just tell us the bridge. No. Under us now, right? Эх. Ну все. Там сзади не видно, нет. Одна дорожка от него осталась. Сегодня у нас декабрь, 8 число. С прошедшим Рождеством, с новогодними, прошедшими праздниками всех. Ждем старого нового года, да? Это дядя там ходит. Видите дядю, да? Дядя там ходит. Он ее закрепит, этот экскаватор. Нет, это не экскаватор. Это вышка. Которая вышка, да? Вам там видно на солнце? Не очень видно. Вышка, которая поднимается. Да, строительная. А он ее крепит на свою машину и повезет ее. А чем вышка сама не ездит? Нет, сама вышка не ездит по дорогам. Видите? У него даже кабины нету у вышки водительской. А сейчас вы созреваете зад человека такого же цвета. У него полоски, как и машина, зелененькие. В цвет своей компании, на которой он болтается. У него что-то там, крюк какой-то с задней спины. У него выход там виден? Вам или нет? Мальчики, это ж я вот это для меня. Ну, вот эта вот машина так себе. Только цвет нравится. А вам просто интересно посмотреть. Вон там маячок проблесковый. Я помню, как это учили права эти, как их автомобильные. Вот то еще было. В России идет вот эта портография. Это самое. Я когда пришла, я говорю, мне с автоматом машина. А он поворачивается на меня и говорит, это где у вас такая будет? Это был 2004-2005 год. А нет, это у кого такая? Он на меня спрашивает. Ой, ужас. Вы не хотите получить это. Смотрите, налепил на стекле Фанк Байден. Этот самый. Имеется в виду, ну, факс, ну, знаете это слово, да? Ну, то есть, ну, трахать тебя, типа того. Это Байден, Байден. Только F и K последнее, а между ними точки. Ой, не могу. А внизу, вот он за баром. Он поднял, да? Ты не видишь? Десантис. Трамп. Трамп? А, он за Трампа. Все, Трамп. Там внизу наклеен. Все понятно. Давайте, Брэндон. Поворачивай о Байден. Вот Байден. Ой, ужас какой. И ездит так вот. Ой, блин, вообще. Редко такое видишь. Ну, иногда бывают такие интересные дядьки. Знаете, какой трок классный, да? Пикап трок. Мальчики со здоровой такой задницей. Широкая такая попа у трока Форд. Слушайте, этот трок написан на ветеран Вьетнам на номере. Видите? Ветеран Вьетнам. У нас же по номерам можно написать. Да, наверное, в России уже тоже, да? Имя. Платишь какую-то там денежку небольшую и ставишь свое имя или имя какое-то. Только имя, которое не оскорбляет там чьи-то там чувства и так далее. Ни за расизм, ни за кого. Вот. А этот вьетнамский ветеран написано. То есть, ну, он себя так обозначает. Вьетнамский ветеран. Может быть, и такого есть. А может быть, и просто назвал свою машину так. Не назвал машину, но... Часто наши русские, значит, английскими буквами видела. Написано там... Ну, я не помню слова, но типа... Будь здрав, типа там... Ну, типа, ну, такое что-то там, как-то комбинация. Только это... Будь здрав, может, много букв. Ну, такое вот именно. И когда читаешь по-английски, ну, ля-а-а, что это такое русские делают? Или там себя там, ну, называют там что-то такое там. Ну, какое-то слово. Какое-то слово. Словом себя каким-то обозначает. И только по-английски, значит, написано. Они, видно, не разрешают на других языках это делать. Да, наверное, и не делают знаки на других языках на машину. Это, наверное, запрещено. Потому что мало ли что вы там напишете. А факт Байдена на стекле можно, да? Можно подумать. А это воздух это. А, нет, это чистилка машиновая. Нет, это Air заряжение. Не-не, это воздух в колесах. Вон на земле лежит это. Все, поняла. А это... Да-да-да-да-да. Тут же и девочки даже сами. Это дядя поехал в колеса за воздух за... Не знаю, дядя смотрит на меня в упор. Я увелась. Нет, он уехал, дядя. Уехал, дядя. Я думала, воздух сейчас будет в колесах. Даже женщины подъезжают, выскакивают и добавляют воздух в колеса. Шины. Я этого не умею. Я вообще боюсь то откручивать. Открутишь, оно вообще воздух выйдет. Да, мальчики? Абсолютно. Мне когда-то, Хазман, что-то такое у меня колесо, значит, показало на Мерседесе, ну, этот... Колесо написано было, что для дураков уже там пишут. Обыкновенная машина, так она, это... Здесь у него знак показывается, да, что-то колеса... Не подкаченное колесо. А в машинах в этих... В них пишется, что такое-то колесо с той-то стороны, да. Ну, для дураков, типа для блондинок. Что-то надо подкачать. Я ему говорю, он говорит, а ты съездишься. Я говорю, ты что, с ума сошел? Да я вообще не... Он как это, ты не... Это самое, что никогда не видела. Я говорю, да, видела, но я не поеду. Ну, типа, сколько мы останавливались, он делал это, что-то никогда не видела. Ты... Да, девочки, еще не хватало мне колеса. А колеса здесь этот воздух подкачать в любом автосервисе бесплатно подъезжаешь, и они тебе это делают. Бесплатно просто подъехала и за это самое. Ну, то есть, мастерские, конечно, всякие. Если какая-то частная мастерская, там зачуханная какое-то место, где работают эти люди, они там заняты. И частная это самое. Там этого, может, делать не будет, они там все заняты. А эти, которые в сетях, мастерские, ну, которые знаменитые здесь, очень часто встречаются, те делают, подъезжаешь. У них там много работников, и они делают эти услуги, потому что вы можете к ним вернуться, что-то ремонтировать посерьезнее, подороже. Газолин сколько стоит, смотрим. Регулярный, 3,09, 3,09 этот, регулярный. А плюсовый мой, 3,54. А Ханька заряжает 3,09 за галлон. 3 доллара, 9 центов за галлон. В галлоне 3,75. Делите. Делите, узнаете, сколько за литр. Меньше доллара за литр. Окей, петролевная машина впереди. Вот там, серебряненькая. Этот, ну, газолиновая, как это, бензиновая. Или мазут. Может быть, эрит и молоко. Может быть, эрит и молоко. А, если горит внутри, внизу, ну, там вам не видно красным, написано «денжерос», опасное. То, говорит, не молоко. Значит, что-то горючее. Вот, сейчас мы поедем, посмотрим. Молоко там или не молоко. Да, молочная машина тоже. Я как-то, по-моему, видела мельком здесь. А, ну, вот красным, говорит, внизу. Этот, этот, да? Написано все, значит, не молоко. Окей. Красивый такой, блестящий. Very beautiful, а? Silver, а? А, не silver. Nice. Ой, какой троп красивый. Ой, красенький. Да серебряный. Все, зеркальное. Ой, зеркальное. Ой, ой, ой. The mirror, а? Nice. Ой, какой же ты красивый, мама. Давайте посмотрим в него туда. Ой, какой ты красивый. Lead transport system. Во, ой, какой ты красивый. Ага. This will feel so good. The crossing. Yeah. Да. Это газолиновая машинка. Красавица, красавица. И зеркало не надо. Подошел, посмотрелся. Так. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok